Тема питания в школах очень острая, поскольку затрагивает интересы детей. От того, как организован приём пищи, зависит и здоровье школьников. В ходе круглого стола, организованного на днях в Саратове, обсудили варианты изменения системы школьного питания. На мероприятие съехались практически все кормильцы из разных районов региона. Органы прокуратуры, органы ФСБ, отклики наших детей, родителей, общественных комитетов говорят о том, что отрасль становится криминализированной. И я прошу здесь контролирующие органы, общественность объединиться для того, чтобы поставить этому заслон. Ведь дальше будет идти больше. Дальше будут выделены федеральные средства, за счёт которых будет увеличен контроль. А спрос у кого будет? Опять средовых. Тема работы приближённых кормильцев в некоторых школах региона поднималась во время заседания несколько раз. За примером далеко ходить не надо. Представитель энгельского организатора питания Юрий Тищенко сказал, что их организация отправляла письма в саратовские школы, предлагая кроме питания организовать ещё и ремонт кровель, как бы намекая на то, что кормилиц отблагодарит, если его запустят в образовательной организации Саратова. Об этом, кстати, писало издание «Саратовский репортер». И родители, присутствующие на заседании, также обращали внимание на подозрительное появление в школах новых поставщиков. Я просто открыто скажу, может быть, это не всем понравится. Я, Лариса Анатольевна, здесь не вижу, как-то на съезде я задала вопрос, а как у вас сараты? Ну, по Энгельсу я знаю, а как у вас сараты? Да они хорошие. В смысле хорошие? Да хорошие для меня хорошее одно, для вас хорошее другое. Что значит хорошее? Это значит прямое назначение кого-то? Я не понимаю, где мы можем увидеть, как этот поставщик попал в данную школу? Куда мы можем обратиться? И как может этот поставщик, который вдруг провинился и поставил фальсификат или еще что-то? У нас такие моменты были, мы даже делали запрос в Роспотребнадзор, и поставщик до сих пор работает, ничего с ним не случилось. Вот он молоко вставлял, фальсификат и работает, ничего нормального, детей дальше кормим. Как его убрать? Как бы тут не говорили, что все хорошо и родители допущены? Да нет этого. Да не видим мы ничего. Вот на самом деле мы не видим ничего. Мы не знаем, что за питающая организация зашла, откуда она взяла, сколько лет. Мы и хотим, чтобы был родительский контроль. Но пока непонятно, какие критерии будут оценивать родители в ходе посещения столовой. Родители, участвуя в проверке питания, могут только чисто визуально увидеть место для приема пищи. Столовая. Чисто, опрятно, аккуратно, светло. Детям всем достаточно места, где они принимают пищу. То есть достаточно посадочных мест. Дальше по самому питанию, если они пробуют, они блюда. Значит, цвет, вкус, внешний вид. И опять же, они могут это проверить только чисто визуально. Потому что содержательное наполнение, вес, это могут, конечно, проверить настолько надзорные органы. И вот мы констатируем тот факт, что на сегодняшний момент пока вот этот регламент, вот этот формат, что же непосредственно входит в общественный контроль родительский, пока не сформулирован. Я думаю, что над этим стоит нам поработать в плане того, чтобы единый подход был для всех. Понимаете? Глава Балаковского района Александр Соловьев отметил, что в качестве общественного контроля должны выступать и сами дети. Ребенок вышел и тут же проголосовал. А как он питался? Вот здесь будет так честно, что не отпрыгнешь, как говорится. От честности отношений. Дети милять не будут. Если уж он не съел суп холодный, он честно об этом скажет. И тогда с этим надо будет что-то делать всем питателям, которые заходят по кривой схеме в ту или иную организацию. Конечно, всех питателям интересует только крупный школа. И поэтому мы стараемся тоже выдерживать так называемый баланс. То есть, если ты берешь крупную школу, значит, это должно быть обязательно и менее привлекательная школа, а не так, что только в одном направлении. Система школьного питания должна развиваться и меняться в соответствии с требованиями времени. Организатор питания из Балакова Сергей Волков рассказал о проекте, который в ближайшие пять лет будет реализован в Балаковских школах. Он называется «Комбинат школьного питания. Большая перемена». Суть проекта в том, что первичная подготовка продуктов будет осуществляться в одном цехе, а затем подготовленные овощи, мясо и так далее везут на школьные пищеблоки. И сотрудники столовых не смогут урвать себе, образно говоря, кусочек мясца. В каждую школу будет поступать определенное количество продуктов, необходимые для приготовления блюд по конкретному меню. Многие вот заблуждаются, слышав комбинат школьного питания, все думают, что на нем приготовили готовые блюда, и они приехали холодные, их раздали детям. Нет. Здесь разговор про первичную обработку сырья. Какие плюсы из этого? Плюсы от этого – это экономия терров непосредственно на школьных пищеблоках, это контроль входящего сырья. Школьные пищеблоки, они превращаются в доготовочные, то есть на них с комбината поступают уже обработанные продукты, это овощи, мясо, то есть поступают неприготовленные, обращаю внимание, коллеги, а первично обработанные, то есть это очищенная картошка, очищенная морковь. Мы сейчас только в начале этого пути, я, наверное, год анализировал, вот работу такую, потом съездив не один раз в город Оренбург, изначально относился очень скептически, вот как сейчас шум поднялся в этом зале, даже слышать не хотел, но увидев это все, это, конечно, все немножко по-другому. Для того, чтобы проекты по модернизации школьного питания могли реализовываться, необходимо долгосрочное партнерство. О каком вложении средств в пищеблоки может идти речь, если организатор питания не знает, как долго он проработает в данной школе. Поэтому сейчас и складывается весьма печальная ситуация. Контракт с кормильцами заключается на год. Разве они будут покупать новые плиты, посуду, оборудование, если не уверены, что через год останутся работать? Краткосрочный договор на один год, он, так сказать, не дает питателю гарантии, ну, год это мало на самом деле, все-таки необходимо бы разработать модель жизненного цикла, это как минимум три года. То есть питатель с достаточно жесткой требовательностью. Скоро начнется новый учебный год, и вопросы, которые были обозначены в ходе дискуссии, требуют безотлагательного решения. Дети хотят питаться в школе, но когда в столовой им подают жидкие безвкусные супы, котлеты из одного хлеба или кашу на воде из некачественной крупы, то все желание попробовать блюдо отпадает, а одними булочками сыт не будешь.